Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков. Продолжаем рубрику «Спрашивай», часть вторая. Сегодня я выписал 7 самых популярно задаваемых вопросов за последнее время. Классическая семерка. Первый вопрос. Что будет, если не лечить ВСД? Второй. Как связан синдром раздражённого кишечника или СРК и невроз, и эмоции? Третий. Почему вы называете занятия занятиями, а не терапия? Четвёртое. Как не воспитать невротика? Пятое. Как работает диск? Это, видимо, имеется для дистанционный курс. Шестое. Как записаться? Седьмое. Погода, метеочувствительность и бессонница. Вот я примерно вот эти 7 основных вопросов выписал, которые повторяются достаточно часто. Каждый из них, особенно касающийся синдрома раздражённого кишечника, как воспитать ребёнка. Это очень объёмная тема, по которой достаточно много информации и можно говорить очень долго. Но я постараюсь в наш регламент в 20 минут уложиться по всем вопросам. Итак, что будет, если не лечить ВСД? Во-первых, для новичков, потому что мои клиенты и гости нашего портала знают, что ВСД – это синдром и комплекс, это термин, под которым мы понимаем и врачи понимают наличие тех или иных вегетативных жалоб, начиная с тахикардии, кома в горле, нехватка воздуха, дисфункции кишечника, чувство потери сознания, повышенное артериальное давление, общая слабость, головокружение, да, такая общая разбитое плохое самочувствие, потеря сна, потеря аппетита и так далее. То есть, всё это при обследовании, когда человека ещё обследуют, не находится какой-то конкретной проблемы или какой-то конкретной болезни. И в Советском Союзе ставили диагноз ВСД, что значит вегетососудистая, то есть и вегетативная система, и сосуды, то есть, по жалобам, похожи и на сосудистые, и на вегетативные расстройства. По сути дела оно так и есть, только как самостоятельного заболевания вегетососудистой дистонии никогда не было. То есть, ВСД или вегетососудистая дистония – это жалоба на вегетативное состояние, но не болезнь. Поэтому, дорогие мои, вы всё время не могли найти лекарство от ВСД, потому что его не было. Это жалоба, то есть, это симптомы ВСД, вегетососудистые симптомы. А под ВСД мы всегда понимали неврозы, органические или органные функциональные неврозы, или неврозы эмоционального характера, фобические неврозы, тревожные неврозы, обсессивно-компульсивные расстройства, невроз навязчивых состояний, доминированием обсессии или компульсии, то есть, доминированием навязчивых мыслей, допустим, о страхе смерти, навязчивых мыслей о сердце, навязчивых мыслей о дыхании, навязчивых мыслей о потере сознания, навязчивых мыслей потерять над собой контроль или сойти с ума. Вот всё это вкупе вместе с телесной проблемой и называются неврозы. Поэтому, что будет, если лечить ВСД? ВСД нету и лечить его невозможно. Есть невротические расстройства, которые классифицируются, в принципе, я могу вам объяснить примерно так. Есть три составляющие. Это телесная составляющая невроза. Что такое телесная составляющая? Это телесная симптоматика. Кишечник. Это что? Это дыхание, ощущение. Это тахикардия, давление, головные боли, всевозможные кожные чувствительности. Это тремор, это пот, холод, головокружение. Всё, что мы чувствуем телом. Это первая часть. Это телесная симптоматика. Вторая часть. Это мыслительный процесс. То есть, человеку может быть свойственно в неврозе думать о том, что вдруг он умрёт от инфаркта, вдруг он умрёт от инсульта. Постоянно думать о сердце, постоянно думать о инсульте, постоянно думать о какой-то ненайденной болезни, постоянно думать о каких-то навязчивых идеях, что он сойдёт с ума, или что он потеряет над собой контроль, или вот-вот там что-то плохое сделает. Это тоже один из вариантов невротического развития. В плане, это называется, обсессии, навязчивой мысли. И есть поведение. Поведение мы можем распределить как ритуалы, где мы перепроверяем или что-то делаем для того, чтобы получить какой-то успокоительный результат. Допустим, переставляем чашки, возвращаемся домой, расстёгиваем, застёгиваем что-то. Либо поведение, избегающего характера. Когда мы обходим стороной лифт, обходим стороной какие-то обстоятельства, потому что верим в то, что там с нами что-то случится. Например, в лифте задохнёмся, ходим пешком, мотивируясь тем, что физкультура полезна. Это так, но тем не менее. Избегаем открытых пространств, улиц, площадей. Избегаем самостоятельного передвижения по городу. Ходим только в присутствии близких лиц или наличие телефонов, транквилизаторов и так далее. Это всё поведенческие аспекты. То есть, тело, мысли и поведение. Собственно говоря, терапия невроза и направлены на эти три концепции. Об этом я хорошо рассказываю своим клиентам, которые занимаются персонально или в группах. И также об этом я рассказываю в дистанционном курсе. Итак, что будет, если не лечить? Теперь уже не в СД, не в СД, а невроз. Если не лечить, допустим, телесную симптоматику, которая у вас уже началась, по моей практике и практике моих коллег, мы отмечаем... Три часа. Спасибо. Мы отмечаем примерно следующую перспективу и так называемый прогноз. Если у вас уже начались вегетативные симптомы, где вас это тревожит и беспокоит, кишечник, дыхание, тяжесть, боли, обследование не находит какой-то болезни, а вам плохо, голова кружится, слабость, разбитость, ни с того ни с сего тахикардия, или давление, или головокружение, дисфункция гиарея, бессонница. Если уже это началось, то, скорее всего, невротический сам конфликт, невротическая проблема уже запустилась. И, скорее всего, пройдена уже определенная пограничная черта, где, скорее всего, вам рано или поздно придется прибегнуть к работе над собой. Это как кариес. Если он начался, то рано или поздно вы придете к стоматологу. Вопрос только, придете ли вы сразу, и это будет достаточно быстро и не так дорого и безболезненно. Либо вы затянете, будете тратить кучу времени и время до тех пор, пока уже вы из дома выйти не сможете, и пока вы уже не будете верить в то, что у вас какая-то болезнь, и психотерапевты, мне, в частности, придется потратить больший объем времени, соответственно, больше ваших денег, чтобы правильно вам объяснить и чтобы вы правильно начали работать с мыслями, с поведением и рефлексы уже менять более сложно. Проще говоря, чтобы было дешевле и чтобы было быстрее, чем раньше вы обратитесь к специалисту за помощью, тем дешевле и быстрее вы справитесь с этой проблемой. Если вы будете тянуть, то, соответственно, это будет дольше в пересчете на рубли, и это будет дороже. Поэтому, что будет, если не лечить? Ну, просто, скорее всего, это будет потихонечку ухудшаться. Сначала там, там закололо, там заболело, там страх, там страх, потом все это будет трансформироваться. Сначала это, потом панические атаки. Панические атаки закончатся или вы научитесь их не бояться, начнёт соматизироваться кишечник, потом станет страшно за это, потом за это. Как правило, невроз, он как ком, он нарастает в прямой пропорции о том, как развиваются ваши обстоятельства жизни, которые, собственно говоря, привели к этому неврозу. Бывает так, очень редко, что обстоятельства жизни резко меняются, и человек говорит, я исцелился вдруг, непонятно почему. Потому что изменились некоторые обстоятельства, которые были, поспособствовали тому, чтобы внутри вас или внутри ваших обстоятельств кое-что изменилось, и конфликт внутренний потух на время или навсегда, несмотря какие обстоятельства. Но если началось, и если вы это не проработали, то 90%, что рано или поздно вам придётся обратиться к специалисту за проработкой, за консультацией, неважно, как вы это будете делать, в индивидуальном формате, в групповом. Вот сейчас я сделал формат дистанционный, где вы можете сами себя анализировать, ну, с моей поддержкой дистанционной по почте, чтобы правильно всё делать, да, сейчас я об этом расскажу чуть попозже. Вот. Но, тем не менее, услуга такая есть. Если вы не хотите постоянно ходить на занятия, или не можете, или невозможно попасть, вы можете так заниматься. Главное – заниматься. Поэтому, что будет? Ну, скорее всего, будет тихонечку накручиваться, накручиваться. Рекомендация по первому вопросу – не тяните. Не надо. Да, потому что, если каристь тянуть, знаете, что получится. А в нашей стране как раз вот эта традиция. Ну, маленькая дырочка, ну, подожду, пока ещё не очень большая. Ну, вот большая, но не болит. Ну, и, собственно говоря, потом удивляетесь, почему больно и почему дорого, да, там, зуб удалять. Потому что надо было прийти, когда маленький кариес. Это было бы быстро, дешевле и безболезненнее. Но ты пришла уже, когда у тебя уже, простите, там, уже надо имплант ставить, да. Соответственно, это и дороже, и мучительнее, там, и так далее. Примерно так же психологии. Придёте, чем раньше начнёте занятия, тем лучше. Потому что ещё придётся потратить время на подбор психотерапевта для себя. Это же не просто, мы же не все одинаковые. Все же психотерапевты разные, это же люди, да. Соответственно, вы же парикмахеры выбираете как. Сначала Зина, потом Маша, потом Петя, потом Саша. Вот кто понравился, к тому и ходите. Примерно так же и с психологами, да. Вы сначала попробовали с этим, с этим, с этим, с этим. Поняли, что вот с этим у вас контакт более продуктивный, более открытый. Подобрали мужчину, женщину, там, моложе, постарше, там, религии, языки. Подобрали, потратили какое-то время на притирку и погнали. Не надо считать, что любого психотерапевта можно выбрать, и любой вам подойдёт. Это ошибка, неправда. Любой вам не подойдёт. Бывают случаи, когда первый психотерапевт становится прям сразу, попадает. Такое может быть, безусловно, но будьте готовы к тому, что первый не всегда самый лучший. Попробуйте первого, второго, третьего. В конце концов поймёте, что, ага, первый был самый интересный. Или там, вот первые два было не очень, а вот третий то, что надо. Поэтому, что будет, ответил. Как связаны с синдромом раздражённого кишечника или СРК и невроз и эмоции? Очень сильно связан. Вегетативная система очень сильно иннервирует кишечник. И любые эмоции, особенно подавленные, неосознанные эмоции, страха, тревоги, беспокойства, они всегда соматизируют кишечник и особенно его функцию. Отсюда у особого типа людей, да, астенического типа, у них кишечник очень сильно резонирует на те эмоции, которые внутри них происходят. Самое интересное, что даже, вот в чём ещё фишка соматизации, да, телесных симптомов, что даже если вы внешне не орёте, там, да, вы не кричите или вы там не сильно проявляете эти эмоции, это вовсе не значит, что их у вас нету. Потому что в этом есть весь парадокс, да, вегетативной системы и парасимпатической, симпатической системы выше нервной деятельности, да, где вот вы можете испытывать вегетативную реакцию, даже не задумываясь о том, что вы на самом деле думаете и испытываете определённую эмоцию. Это очень уникальный момент, который присущ только к людям, что вы можете испытывать вегетативную реакцию на одни только свои мысли, фантазии, допустим, во время сна, кто не плакал, кому не было страшно во время сна, а это же всего лишь на всё процесс головного мозга. Вы во сне что-то вспоминаете, вы во сне у вас есть какие-то эмоции, у вас льются слёзы, у вас сердечко может стучать, если это страшный сон. Точно так же, если вы, допустим, будете думать о каком-то блюде, представьте себе мясо, дымящееся на костре или рыбу, запах какой-то, да, у вас всё, одной только фантазии, уже слюна может появиться. Поэтому вы должны, у меня даже появилось, вы должны понимать, что эмоции и мысли, если вы их не знаете и не слышите пока что, это не значит, что их нет. Поэтому вся соматизация и весь процесс психотерапии заключается в том, чтобы найти ваши мысли и ваши эмоции, которые вы в себе подавили, которые вызвали вот эту телесную проблему. То же самое касается тахикардией, то же самое касается кома в горле, то же самое касается нейродермита, то же самое касается язвенного колита, дисфункции кишечника, СРК, синдрома раздражённого кишечника, то же самое касается поведения, да, и так далее. это всё связано с подавленными эмоциями, подавленными мыслями, которые вы не осознаёте, но которые вами управляют. И вот моя задача найти то, что вами управляет, это не значит, что это патология, это не на планете, а не управляет. Ваши мысли, убеждения, желания, потребности, эмоции, допустим, скрытая тревога, скрытая обида всегда инормирует, всегда резонирует в тело. Тревога как резонирует в тело? Ввиду повышенного количества адреналина, соответствующей вегетативной регуляции, злость как резонирует в тело? Соответственно, тоже давление, тахикардия и так далее. Гнев, злость, всё это в бессознательном так сильно резонирует в тело, а вы уже ошибочно воспринимаете это за какую-то болезнь. Вот так связано. Почему вы называете занятия занятиями, а не терапией? Во-первых, терапия – слово медицинское. И есть терапия, это больше медицинский термин. В психологическом консультировании, в психологии, в психотерапии, мировой, признано, правильно называть не пациента, а клиенты, и лично я называю это не терапией, а занятиями. Потому что во многом когнитивно-поведенческая терапия, во многом когнитивно-аналитическая связана с процессом научения, и с процессом анализа, а не лечением. Это не лечение, это анализ, как я выше говорил, мыслей, анализ эмоций, анализ того, что вы в себе подавляете, вы вовсе не лечитесь. Вы изучаете свои мысли и эмоции, находите то подавленное, что вызывает в тело, и работаем с тем, что мы нашли, и плавно вас отпускает от всего этого, потому что вы проработали эмоции, проработали мысли. Как не воспитать невротика? Ой, зря я написал этот вопрос, уже очень большой. Был такой дяденька, Винни-кот, который сказал в своё время, что нужно, чтобы ребёнка, мать у ребёнка должна быть достаточно хорошей. Вот если отталкиваться от этой позиции, Винни-кота, которая в принципе является, ну, достаточно важной, то детство, понимаете, у всех детство разное. У кого-то есть папа, у кого-то нет, у кого-то есть мама, у кого-то нет, у кого-то мама холодная, у кого-то мама излишне опекающая, да, у кого-то развелись родители, и это было тяжело воспринято, кто-то затаил обиду, кто-то затаил злость, кто-то затаил ненависть, у кого-то была семья, которую он хочет подражать и копировать, там массу вариантов, и вот так вот дать вам ЦУ, как не воспитать невротика, нельзя, потому что это индивидуальный подход, И вот все зависит от того, в какой семье сейчас живет малыш и какие обстоятельства в этой семье происходят. И вот если вы обратитесь ко мне со словами, у меня вот такие обстоятельства в семье, вот как в этих обстоятельствах не воспитать человека, у которого могут быть потом сложные фиксации или проблематика будущая, вот тогда я смогу конкретно ответить. Фантазировать сейчас на эту тему я не смогу, потому что слишком много вариантов. Это должен быть отдельный ролик часа на два с большой лекцией о том, какие классические варианты и как они могут развиваться. Вспоминая Винникота, достаточно хорошая мама, это мама, которая не перекармливает, то есть не посягает на его самостоятельность, не доминирует. И мама, которая не абстрагирована, не дистанцирована, холодная. То есть это некая золотая середина между привязыванием ребенка к себе и поглощением и между эмоциональным дистанцированием. То есть это некая золотая середина, которая достаточно сложная и относительно, сама эта величина относительная. Но если вы хотите конкретно про себя спросить, как не воспитать невротика, вы должны мне рассказать обстоятельства, которые сейчас происходят в семье, и тогда я вам скажу непосредственно по обстоятельствам. Как работает диск? Не диск, это дистанционный курс, нет никаких дисков. Диск это всего лишь носитель. Я записал на 4-х DVD 7 почти часов подобного видеоматериала по каждому вопросу, начиная от панической атаки, кома в горле, тахикардии, нехватки воздуха и так далее. Как с этим работать упражнения. Потом вторую часть, поиск, анализ внутреннего конфликта, тоже упражнения и тоже видео. Плюс еще к этому сделал методические пособия, и это некие ингредиенты. То есть это четкие, конкретные, качественные ингредиенты, которые вы просто читаете и видите на диске. Но просто их посмотреть на диске и просто их прочитать мало. Ими надо уметь пользоваться. Вот как ими правильно пользоваться под вас, можно только сделать тогда, когда вы получите эти ингредиенты. Напишите мне там, Леш, я получила, что теперь делаем? Выписываете, отвечаете мне на вопросики. Я говорю, смотри, бери вот это, это и это, потом это и это, делай по вот такой инструкции. Сделала, написала, такие-то результаты, то-то, то-то. Я говорю, окей, добавляем теперь это, добавляем это, а это уже убираем. То есть я вам высылаю на DVD и на бумажных носителях ингредиенты, из которых вы потом вместе со мной через почту подбираете под себя конкретный состав. Потому что нельзя записать диск и нельзя написать книгу, которая подойдет всем. Помните, я об этом всегда говорил? Просто вы мне многие неправильно понимаете сейчас, что вы говорите, вы же говорили, что диск и книга не исцеляют, а сейчас сами сделали правильно. Просто вы меня не можете услышать или я плохо объясняю. Я не написал диск или книгу, которая исцеляет. Я на диск, как на носитель, и на бумагу, как на носитель, написал вам упражнение, объяснил всю систему, объяснил причинно-следственную связь, показал, сделал блок ингредиентов и отправил вам. Вы эти ингредиенты получили. Я уверен в том, что они качественные, что вы ничего лишнего не взяли, потому что вот они ингредиенты. Вы их получили, и я говорю, теперь мы берем и смешиваем в твоем конкретно случае это и это, это и это. И вот тогда это эффективно. Просто на бум смешивать все это не будет эффективности, потому что ингредиентов в интернете масса. Ингредиентов, в кавычках, в книгах масса. Но ни у кого не получается нормально смешать. Моя работа вам выслать качественные ингредиенты и качественно под вас подобрать сочетание. Я надеюсь, теперь вы поняли, что это за диск и что это за дистанционный курс. Что DVD и бумага – это носитель. А подбирать мы будем в электронном виде. Так, 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 так и так. И каждый сможет работать. И работать и над симптоматикой, и над панической атакой, и над страхом задохнуться, и над агорофобией. Там есть как раз про агорофобию, как научиться передвигаться. И работа с мыслями, и с агрессией, и с тревогой, и с странным поведением в очереди собирать продукты в пакет быстрее. Почему я тороплюсь всё время? Почему я боюсь потерять сознание в магазине именно? Там всё это рассказано. Как записаться? Можете позвонить Максиму по телефону, который есть на сайте. 495-920-7087, если мне не изменяет память. Написать ему ВКонтакте, написать ему в Скайпе. Вся запись через него, потому что я перегружен. Можно записаться на разовые консультации. Есть на сайте расписание, в котором есть слово «свободно». Это значит, есть окошко, на которое можно наразово проконсультироваться. И на разовые консультации часто получается найти, и достаточно хорошо найти суть проблемы, и дать конкретные рекомендации упражнений. Следить за свободными местами. Есть постоянный набор в группы. 5 месяцев мы занимаемся. Группы мне очень нравятся, потому что у меня получается охватить человек 8-10 сразу, и дать им большое количество материала, и они прогрессируют замечательно. Ну и последнее. Погода, метеочувствительность и бессонница. Я бы вам рекомендовал прекратить находить связь погоды и невроза. На погоду, допустим, на давление атмосферное реагирует любой человек, вне зависимости, есть у него невроз или нет. Просто у астенического типа высшей нервной деятельности реакция на погоду более яркая, более в слабость, более в головную боль. Но это никак не связано с самим неврозом. Не путайте, пожалуйста, вот эти вещи. Это очень важно. Поэтому метеочувствительность и сам по себе невроз, он немножко разные вещи. Что у вас есть метеочувствительность и нет невроза, что у вас есть невроз и нет метеочувствительности, это совершенно разные истории. Соответственно, вы просто лишний раз, как вам свойственно, придумываете некие сочетающие факты. Ага, вот у меня случилась паническая атака, когда автобус проехал слева-направо, и потом, когда у вас автобус слева-направо проехал, вы скажете, ой, у меня сейчас начнется. И испугаетесь, и начнется как бы, да? Или там, вот у меня сегодня какая-то слабость, погода сегодня плохая, меня будет крыть. И вы уже от этого, вам уже плохо. Вы просто видите неправильную связь. Либо вы просто приобрели такую астеническую историю, да, связанную с невротической проблемой, что действительно погода действует на вас так вот в слабость, да, в астению. Потому что у вас и так невроз, соответственно, еще и погода просто дополняет. Но это никак не коррелируется как прямая пропорция, как прямая зависимость. Бессонница, конечно, с неврозом связана напрямую, потому что вот то, что я говорил выше, да, вытесненные мысли, вытесненные эмоции, все это не осознается, вот вы и не можете заснуть, суетитесь, тело напряжено. Это все связано с подавленными эмоциями, с подавленными мыслями, которые вы не знаете. Поэтому вы крутитесь, не можете заснуть. А то, что подавленные мысли и подавленные эмоции вызывают эхикардию, в которой вы прислушиваетесь и думаете, что у вас с сердцем проблема, это неправильно. Вы чувствуете телесную реакцию на эмоции, которые вы не осознаете. И моя задача – вытащить из вас эти эмоции и мысли, чтобы они не резонировали так в тело. А если и резонировали, то вы этого не боялись на первом моменте. Ну и все, да, собственно говоря. Вот такой короткий сегодня у нас 25 минут, спрашивай два. Спасибо большое. Читайте наш канал, смотрите, читайте материал, смотрите другие ролики. Я постарался их сделать для вас более информативными. Записывайтесь на личные, на групповые и на дистанционные консультирования. В разделе дистанционный курс – это как раз дистанционный материал, высылается вам те самые ингредиенты. В разделе расписания – разовые. В разделе услуги все описано подробно. Звоните Максиму, чем смогу-помогу. Скоро ко мне присоединятся несколько моих коллег, которые будут дополнять мою работу в разных направлениях психотерапии. Спасибо, до встречи. Ваш Алексей Красиков. Счастливо. Спасибо.